здрасте дорогие друзья матч будем так говорить давно знакомые друг другу команды команда люксор команда control pay эти команды встречались на самом-то деле между собой и ну я свою очередь скажу что как ни крути но важный момент заключается в том что да вот сейчас сергей сергей подойдет не не обязательно иван в ваш ваш кей его отметьте что в синем играет ваш кей иван потому что я его не знаю они без номеров чтобы как-то отличать синем до напиши в синем контрол пей будет разыгрывать аут медведь на пелянского пелянский вода передачи на седлецкого не точно остатенко мироненко ибрагимов рукой по моему сыграл честно говоря водня коврыженко на седлецкого ошибаться при передаче сразу бодня вперед пелянский вход туда но я отсюда не дошла передача до адресата виктор коврыженко на седлецкого основа пелянский по левой бровке очень серьезный темп люксор навязывает контрол пей не знаю справится ли видимо что хорошая физическая подготовка у люксора что говори остатенко ибрагимов седлецкий на пелянского василий играть на коврыженко пелянский но и тут уже не точно да пока что достаточно большом темпе происходит игра под одиннадцатым номером у нас сегодня за контрол пей так что перехватывают мяч хорошо проходит сам и сейчас можно отдать передачу все таки он решается сам же и пробивать ибрагимов агнесяна много борьбы нас контрол пей получается забрать мяч следский на пелянского снова коврыженко личная передача по диагонали феник хорошо хорошо разыграли саму комбинацию александр феник замыкал дальнюю штангу я понимаю этого сделать идеально не получилось но момент все равно очень неплохой агнесян на андрея мироненко мироненко попытался проверить вратаря на бдительность вратарь оказался бдительным прогреть медведь не первый раз вступает в игру но вообще хороший перехват и надо было быстрее двигаться потому что это выход тот тоже решается на сольный удар вот как то как то пока люксор при выходе 2 в 1 или 2 в 2 старается больше сами пробивать андрей мироненко на ибрагимова водня снова ибрагимов сам бьет достаточно спокойно мяч забирает пелянский в центре поля играет на коврыженко коврыженко будет сам бить явно стапенко на месте медведь брасывает на василия пелянского 2 в 1 выход какую скорость большую набирает правда там дети на самом деле за сеткой небезопасно будем так говорить туда вбегать нужно попросить родителей от отойти подальше да это думаю было бы правильно потому что не дай бог кто-то валится и повредит хрупкое тело малыша не дай бог остапенко вбрасывает на андрея мироненко нарушает такие правила а иван башки выделяется другими игроками люксоров и номер они форме да как либера в волейболе классно разворота от виктора коврыженко сразу же хотел на седлецкого сыграть на подборе оказался как раз в ашке и от контратакой снова выход 2 в 1 сейчас нужно отдавать передачу отличные действия дал кипера магнисян финти сыграл неплохо на бони медведь приклеил мяч к рукам сейф у нас от долл кипера магнисян держит мяч играть на вашки андрей мироненко отдавал уже на боню там целая линия запасных команды люксор кажется там запасные болельщики андрей на аганисяна на ваш киевана на ваш киеван подскользнулся пелянский можно было немножко пробраться еще подальше вот есть возможность пробить успел заблокировать мироненко чуточку долго вот сейчас бы попробовать как-то на замахе убрать с перекатом более продуктивно но решил собирать по простому вышел с чербаков в поле успевает до этого мяча но его так трессингуют пробирается через двух игроков боже это уже три игрока перед ним это будет удар нет мироненко не решается на удар хотел повторить подвиг и пройти двух игроков но не получилось аганисян щербаков пашки перехват классный от вседлецкого василия можно пас отдавать в этом моменте отличный пас отдает можно еще один пас был отдать но и так разбирается четко в этой ситуации ну ассист отдал вседлецкий василия забил виктор коврыженко на восьмой минуте и вот теперь конечно мы уже имеем лидера в этом матче классно чербаков там пробросил казалось бы уже полностью обыграл своего соперника но никто то было коврыженко соперник тоже сыграл до конца и не дался обыграть полностью пыльянский седлецкий продолжает перепасовываться контролплей все неплохо получается хорошо сейчас держишь мяч мне тоже нравится уверенно еще в короткий пас играют но пыльянский седлецкий пыльянский пыльянский коврыженко я уже насчитал 13 точных пасов но вот 14 не получается хотел разогнать иван в ашке эту атаку сейчас как раз иван и будет придумывать как эту атаку начинать садимся 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 ну контролпей сегодня две замены у команды люксов сегодня четыре красивый момент я бы даже сказал самое красивое здесь было это падение от остаппинга красиво провел умеет вратарский будем так говорить тащить седлецкий многие на самом деле многих команд нет подсказки когда выбегает защитник сзади да или чересчур их много но золотой средины очень мало классно Василий сохраняет мяч в центре поля но этот финт уже наверно был излишним да сохранял сохранял и все таки отдал пересохранил пересохранил да получилась перезагрузка Корчиков борется ух ты какой красивый момент да плотная жесткая передача Седлецкого на Пелянского в стиле большого футбола тут только что разыгрывали контрол пей да но не учли что ворота не как в большом футболе потому мимо ворот получился вот так вообще разыграли все равно очень красиво лево 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 ох как сам прошел и пробил Щербаков Олег да но медведь то отлично засейвил в этом моменте а вот сейчас ошибка ничто я не могу в это поверить супер момент изрячих хладнокровно пробивал просто не удалось не удалось причем две очень получается грубые ошибки в один и тот же момент сначала вратарь совсем неуверенно действовал и тем же ему ответил нападающий команды соперник не попал в обстанную ворота Пелянский Коврыженко Капелянский классно сохраняет мяч Виктор нужно уже ну да пора бы уже отдать пас потому что уже пришел с одной с одного фланга на другой но этот замах читался поэтому отбор мы увидели Щербаков отобрал сейчас не дают просто так проходить уже баллист Эликсора свою оборону много борьбы наблюдалось только что Пелянский Бойко открывался все главное Седлецкого снова Пелянский где-то удар дальний но Остапенко берет неплохой момент по эффектности результата не было а Щербакова отобла передача на Андрея Мироненко в этом моменте оба игрока не смогли дотянуться до мяча Андрей Мироненко на Боднио перепасовывается Люксур мелковатых пас но быстро вот выход теперь перспективный для контрл-поя снова удар но Остапенко в который раз на месте его место он с него никуда не уходит Ибрагимов пошел видно было что очень хочет саму ударить хотя и не очень с нашего регресса и видно а в поле то я думаю не так все предсказано на месте и ван с и в и в и в и то линии запасных и отец Андрея Мироненко тоже пришел поболеть за сына, да. Медведь выбрасывает, Седлецкий, Пелянский. Пока в середине поля контролирует мяч, на самом деле никакой опасности не создает, уже оттянулся на свою половину поля. Вытягивал, скорее, все таким образом соперника, вроде бы это получилось. Винтит Пелянский, сыграл на Седлецкого. Чесновато, для двоих, будем так говорить, выигрывали контрол-пэй. Боливар двоих не вынесет уже в таком моменте. О, какое пробитие, но Медведь надежно играет. Достаточно сильный удар он смог зафиктировать. Ой, какой перехват, есть шанс, снова такие удары, но тут уже, конечно, Медведь был неудел, не мог он уже здесь реагировать на такой сильный, резкий удар. Забил у нас, друзья, казалось бы, достаточно просто. Андрей Мироненко. Сейчас мы уточним, потому что пока я вел курсор, пропустили. Дима, уточни, пожалуйста, кто забил и кто ассист отдал. Оганисян, Оганисян. Эрик. Ассист у нас отдал. Позже. Запишем. Ну и продолжать комбинировать. Контрол-пэй. Бодня. Чисто. Позже. 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 Потеря мяча была. Да, была потеря мяча, поэтому ассиста не было. Оганисян пробивал. Это издали удар приходится. Ну, как издали, я бы сказал, идеальная ударная зона для эффектных эффектных сейвов и, как минимум, хороших мячей. Какой дальняя передача-то получается у контрл-пэя, но Мироненко на месте не дает раскрутиться нападающему. Хорошая передача получается. Сам играет, но перед ним вырастают два игрока. Мироненко обходит. Это выход один на один. Медведь хорошо в этой ситуации разбирается. По гнисям. На Ибрагимова. Ибрагимов решает сам ударить, попадает в руку. Разыграли. Ибрагимов. Очень опасно, честно говоря. Медведь там хоть и стелился. Такое впечатление, что рикошет мог все изменить. Угловой у нас Бодня. У мяча навешивает на Ибрагимова за спину. Да, но далеко получилось. Хотя правильно абсолютно, скажем так, выбрана была цель для паса, потому что он стоял абсолютно один. Но вот слишком сильно. Коврыженко. Тимон Стапенко отлично действует на выходе. Гнисян. Эрик. Какой удар. Заблокировали этот удар и перевели на угловой. Бодня. Сильно попробовал пробить с правой ноги. Опять же, это выше. Седлецкий и Василий. Снова Василий Седлецкий. Обыгрался таким образом с Сенником. Пелянский чуточку долго. Вот не готовый к такому быстрому отбору от люксорок. К такому темпу, к такому желанию бежать и отбирать. Немножко ищут такой момент, где бы расслабиться, отдохнуть. Он сейчас пытается отработать. Коврыженко, Виктор. Аганисян. Эрик, Финти, ты не переигрывает Медведя. Сейф у нас. Да, удается таки Медведю оставить свои ворота нетронутыми. Еще один удар по его воротам. Снова берет. У нас 6 против 4 сейфов. Эх, скатывается мяч с ноги. Ну да, тут придется. Кстати, как хорошо получился удар неожиданно. С подзащитника вылетал. Видеть было очень тяжелого вилкипера. Думаю, не доиграл бы этот эпизод, если бы точно попал бы. Но мы напомним о том, что у нас 1-1 на табло. Да, очень упорная борьба идет. Но вот сейчас, мне кажется, преимущество чуть больше у Люксора последнее время. Игрового. Аганисян. Не сам решается на удар, но мяч уходит в стенку. Сенек. Отпускает мяч. Андрей Мироненко на Ибрагимова. Ну и удар по завершении первого тайма. 1-1. Спасибо. Спасибо.